Здравствуйте, дорогие друзья! Предлагаем вашему вниманию интересные факты о ежах и обзор книг для детей. Ежи – герои многих сказок и мультфильмов. Они знакомы всем нам с детства. Летом, когда солнце клонится к закату, этих интереснейших зверьков можно повстречать не только на лесной опушке, но и на тихих деревенских улочках, в городских парках, а также в саду. Ежи появились на Земле около 15 миллионов лет назад. Сегодня они обитают в Западной и Центральной Европе, Европейской части России, Новой Зеландии, Скандинавии, Казахстане. Встречаются также на Дальнем Востоке и в Сибири. Предпочитают жить в лиственных лесах, на лугах и в зарослях кустарников. В высоких травянистых растениях, корнях старых деревьев они могут прятаться от врагов – лис, филинов, диких свиней, ворон, барсуков и хорьков. Избегают густых хвойных массивов и болотистых мясностей. В нашей стране встречается несколько видов ежей. Ёж обыкновенный населяет север Европейской части страны. Ёж южный встречается на Кавказе, а также в других, более теплых регионах. Ёж амурский является обитателем Дальнего Востока. Ёж даурский – ареал обитания приходится на Забайкалье. Ёж ушастый считается типичным представителем юго-восточных регионов нашей страны, хотя он встречается также на западе Сибири, в Туве и на Кавказе. В среднем у взрослого ежа примерно 10 тысяч иголок. Они обновляются раз в три года. У ежа насчитывается 36 зубов, которые, как и у людей, могут выпасть к старости. На верхней челюсти расположены 20 зубов, на нижней – 16. У большинства видов ежей есть хвост, правда он очень короткий, всего 3 сантиметра, поэтому его не видно из-под иголок. На картинках в детских книжках ежи часто изображаются, как запасливые животные, таскающие на своих колючках грибы и яблоки, но это совершенно не соответствует действительности. Ежик – хищник. Он питается червяками, жуками, слезняками, улитками. Из растительной пищи предпочитает ягоды. Еж – ночное животное. Днем он отсыпается в каком-нибудь укрытии или гнезде, который расстраивает в кустах, ямах, кучах хвороста, под корнями старых деревьев, в заброшенных норах и других укромных местах, а с наступлением сумерек выходит на охоту. Эти колючие зверушки по своей природе – домоседы и одиночки, но селятся неподалеку друг от друга, при этом стараясь не пересекаться. Они никогда не уходят далеко от своих нор и ревностно оберегают собственную территорию от сородичей. Предпочитают жить в одиночестве, покидая мать уже через месяц после рождения. Мама Ежиха очень любит своих детей, кормит их молоком, почувствовав первые признаки опасности, перетаскивает в другое место. Когда малыши подрастут, откроются глазки и ушки, а иголки потемнеют и станут твердыми, ежата выходит из норы. Они бегают следом за мамой Ежихой, а она учит их искать пропитание. У ежей плохое зрение, которое компенсирует отличный слух. Ежи издают самые разнообразные звуки. Они фыркают, чихают, хрюкают, ворчат, храпят и клацают зубами. Ежики способны бегать со скоростью до трех метров в секунду. Умеют хорошо плавать. С наступлением холодов ежи впадают в зимнюю спячку в своих норках. Для спячки ежу требуется теплое, защищенное от непогоды гнездо. Он подыскивает себе проемы в корнях, кустах, поленицах и других местах, чтобы заполнить их осенней листвой. Наконец, он заворачивается в листву таким образом, что она образует вокруг него подобие защитного слоя. Ежи, обитающие в более теплых климатических условиях, остаются активными на протяжении всего года. В природе ежи живут в среднем от четырех до семи лет. В неволе могут доживать до восьмидесяти. Ежи – это полезные зверки, которые уничтожают многих вредителей, поселившихся в саду или огороде. Ежики давно стали популярными героями сказок и рассказов. В них они выступают и в качестве героев, отстаивающих дружбу, и как защитники природы. Елина Казакевич, пыхча. Необыкновенные приключения обычного ежика. Когда обычный лесной ежик попадает в городскую квартиру, с ним происходят необыкновенные приключения. В книге про ежонка пыхча вы познакомитесь с его новыми друзьями и от души повеселитесь вместе с ними. А потом? Потом вы сами придумаете, чем закончится эта удивительная история. Сергей Козлов «Ежик в тумане». В этой книге вы с удовольствием прочитаете замечательные сказки Сергея Козлова о ежике, медвежонке и других персонажах, как они живут в лесу, ходят друг к другу в гости, любуются природой, встречают Новый год. Сказки этого известного и всеми любимого писателя отличаются особой поэтичностью, создают неповторимое настроение и учат видеть прекрасное даже в самом обыкновенном. «Колючая семейка». Рассказы русских писателей Русские писатели создали немало произведений, где говорится о дружбе людей и колючих лесных колобков. В сборник вошли рассказы Михаила Пришвина, Георгия Скребицкого, Сергея Иванова, Леонида Сергеева, Веры Чаплиной Стихотворение Саши Черного Тамара Крюкова «Крошка-ежик» Сказка о маленьком ежонке, который впервые вышел в лес без мамы и повстречал многих зверей. Каждый, кого он встретил, рассказывает о себе, а многие упоминают о зиме. Что же это за зверь такой? Почему ее боятся? Готовятся к встрече с ней и пытаются выяснить «Крошка-ежик». Фридерон Райхенштеттер «Как живут ежики» Познавательные истории Эта чудесная книга расскажет о трогательных, забавных существах – ежиках, глазки-бусинки, розовые ушки и мягкий животик. Чем питаются ежи? Яблоками и грибами или насекомыми и червями? Охотятся днем или ночью? Какие опасности поджидают этих зверушек в лесу? И как они проводят зиму? Познакомившись с книгой, малыши будут знать о ежиках даже то, чего порой не знают взрослые, какого они размера, сколько у них колючек, умеют ли плавать и так далее. Николай Сладков бежал ежик по дорожке. В книгу замечательного детского писателя Николая Ивановича Сладкова вошли шестнадцать маленьких сказок о природе. Под пером писателя, большого знатока русского леса, оживает и сам лес, и его обитатели, всем известные и неизвестные звери и птицы. Андрей Усачёв Жили-были ёжики Жили-были ёжики папа ёж, мама ежиха и ежата, Вовка и Вероника. Как и со всеми детьми, с маленькими ёжиками происходят весёлые, трогательные и поучительные истории. Ёжики любят ходить по грибы и по ягоды, играть в футбол, плавать в реке и удивляться, узнавая окружающий их мир. Знакомясь со своими соседями, зайчатами, бельчатами, бобрятами и хомячками, ежата начинают понимать, что такое дружба и учатся ею дорожить. Дирк Хэннинг Ёж Игнат ищет клад. Под обложкой этой книги собралось всё, что любят малыши, увлекательная сказка в стихах, красочные иллюстрации и весёлые загадки с лабиринтами. История про неонавающего ёжика и его друзей, которые отправились на поиски клада, учит помогать друг другу и не сдаваться, а ещё тренирует внимание и наблюдательность. КОЛСАНДИТОМОН от ТАМАЬ ПАРАЛИНТА Продолжение следует...